привет спасибо вам что вы решили посвятить это время астрологии с вами татьяна калинина и вы на канале школы астрологии ашвини сегодня мы с вами будем разговаривать о том чем и как будет продолжаться чем закончится эта ситуация между кыргызстаном и таджикистаном прилетели тревожные новости что сейчас идут бои на границе точнее наверное когда выйдет это видео ситуация может быть немножечко другой но на тот момент как я снимаю это видео мне летят в личку в директ сообщение о том что все-таки бои продолжаются гибнут местные жители таджикистана вторгся на территории кыргызстана и президент кыргызстана медлит ждет пока по договоренностям о разоружении на границах таджикистан сам остановит военные действия будет примирение каким-то ненасильственным методом со стороны таджикистана чтобы сделать прогноз на эту ситуацию давайте посмотрим гороскоп кыргызстана что в нем происходит почему в этом году такие тяжелые события вот я имею ввиду не с января а с лета двадцатого по лето 21 пожалуйста вот гороскоп кыргызстан это натальная карта от 31 августа 1991 года и сейчас началась махадаша то есть большой большой период раху этот раху стоит в третьем доме доме соседей доме границ поэтому конечно же в последний год полтора и границы кыргызстана являются закрытыми да нельзя свободно перемещаться из-за коронавируса и произошла революция как потому что раху аспектирует 11 дом 11 дом выборов когда такой вредитель особенно располагающиеся в стрельца а это место падения вместо максимальной злотворности этого раху тогда происходят какие-то потрясения в домах которые этот раху задевает так как он аспектом задевает дом выборов 11 то и произошел переворот в результате парламентских выборов и к сожалению раху аспектирует седьмой дом дома войны и мира дом отношений с зарубежными странами поэтому вот это беспокойство из третьего дома от раху беспокойство от соседей приносит какие-то военные конфликты так это работает но есть хорошая новость 18 августа 2021 года наступает под период юпитера юпитер здесь конечно приносит некоторое облегчение потому что это добрая планета аспектирующая 7 дом но в то же самое время юпитер является хозяином шестого дома что это значит это значит что юпитер функционально в этом гороскопе несет энергию разрушения и энергию беспокойств то есть мы соединяем его естественные качества так как он самый большой благодетель и его индивидуальные качества в этом гороскопе и получаем следующую ситуацию что во время периода юпитера скорее всего будет переменная переменные успехи во внешней политике переменные успехи в отношениях с соседями поэтому с 18 августа 21 по 10 января 2024 а это все то время когда будет работать под период юпитера мы можем прогнозировать для кыргызстана переменные перемирия и переменные какие-то проблемы военного характера на границах что интересного данном гороскопе я еще наблюдаю юпитер стоит в знаке льва 3 градуса 40 минут это созвездие макха созвездие власти символ этой марки этого созвездия трон поэтому юпитер безусловно принесет новые выборы в свой период вот здесь я опять же да оставлю пометочку когда должны произойти эти выборы и насколько я понимаю это внеочередные выборы власти в кыргызстане потому что их последний президент крайне прошу прощения президент совершил инаугурацию в январе 2021 года и как минимум до 25 года вопрос смены власти не должен стоять по расписанию да по в обычных обстоятельствах но юпитер намекает нам на то что безусловно смена власти будет давайте мы с вами посмотрим на гороскоп инаугурации сады рожапарова которая прошла 28 января 2021 года она началась в 11 часов 6 минут утра в бишкеке что мы здесь видим вообще этот гороскоп для властителя для лидера очень очень сложный он говорит о том что власть крайне неустойчивая власть которая установится после вот этого события и юпитер самый главный показатель спокойствие власти силы правителя его авторитетность его мощность этот юпитер сильно поражен в этом гороскопе посмотрите он находится в знаке падения он находится вместе с сатурном и солнце солнце в мунданной астрологии не является обычным вредителем но здесь она хозяином шестого дома является шестой дом я вам уже объяснила на примере предыдущего гороскопа это энергия какой-то нестабильности конфликтов и волнений поэтому тут в целом соединение юпитера и солнце хозяина десятого хозяина шестого говорит нам о вероятности смены власти не естественным образом не в конце срока полномочий через выборы и через передачу власти следующему президенту а гораздо раньше еще такой нюанс что этот юпитер падающий который не обещает легкой власти и крепкого положения садыру жапарова он находится в планетной войне солнцем то есть между ними меньше одного градуса это невероятное сожжение юпитера и это противостояние какая-то борьба между шестым домом и десятом между властью и какими-то преградами и препятствиями и конфликтами приводит к тому что юпитер проигрывает солнце у нас находится немножечко позади она как говорят астрологи бьет сзади бьет со спины и поэтому выигрывает эту борьбу поэтому энергия шестого дома к сожалению победит энергию власти в этом гороскопе и опять же какому выводу можем прийти что этот президент с большой долей вероятностью но сложно ему будет до работы до конца своих полномочий президентских и спокойно передать власть дальше скорее всего такого не будет еще из характерных особенностей этого гороскопа что мы видим мы видим квадратуру марса к юпитеру достаточно точно и юпитер у нас вообще не любит аспекты марса сатурна он укрепляется от аспектов с другими планетами с более добрыми и когда я увидела вот этот аспект марса к юпитеру конечно же для меня это тоже один из признаков того что может быть переворот может быть переворот после этой нагурации с января 21 марс соединен в знаке овна с ураном ура уран у нас планета революции и каких-то неожиданных поворотов событий в принципе здесь это обрисовывает ситуацию что садыр жапаров пришел к власти после революции после военного переворота и на этом казалось бы все но дело в том что этот уран тоже создает точную квадратуру к юпитеру хозяину десятого первого он создают квадратуру к солнцу то что солнышком помните они очень-очень близко этот юпитер соединен и у нас очень напряженная здесь обстановка для власти для того чтобы удержаться до конца срока полномочий поэтому вот этот конфликт и вот это ожидание того что все само собой разрешится может садыр уже пару стоить его репутации его поддержки народа и поддержки элит тоже кстати давайте вернемся к гороскопу кыргызстана там где вот этот юпитер тоже у нас в одиннадцатом доме располагается и поразмышляем еще насчет функции вот этого юпитера и опять же вот здесь когда он работает юпитер гнати карака юпитер гнати карака это показатель врагов в гороскопе он стоит на кшатре макха в созвездии макха и безусловно макха и и символ трон и ее философия это пройти в будущее и достичь чего-то нового сохраняя все позитивное что было раньше сохраняя ту основу на которую можно достроить что-то новое философия этой этого созвездия именно такова юпитер с одной стороны он поддерживает энергию этой накшатры и безусловно тот правитель который будет у руля в кыргызстане с августа 21 по январь 24 он будет стремиться к этому я думаю что он будет поддерживать элиты он будет выходец из элит из каких-то влиятельных кланов без безусловно с другой стороны это гнати карака юпитер это гнати карака поэтому однозначно какие-то кланы пострадают и какие-то перемены будут вот в этой большой системе кланов и кыргызстана где самые главные семьи страны делят между собой власть поэтому с одной стороны поддержка этих кланов есть и с другой стороны мы должны думать о том что будет много много изменений пертурбации вот в этой их системе давайте вернемся к другому гороскопу я составила годовой гороскоп таджика для кыргызстана 2021 год он начинается у нас 31 августа 2021 года вот он пожалуйста и проверила будет ли дальше беспокойство на границах потому что в принципе на этом все может и закончиться но что мы видим мы видим что в третьем доме есть пораженная венера в третьем доме экзальтированный меркурий и казалось бы мне сейчас напишите татьяна почему вы видите только плохое посмотрите тут же классный меркурий но давайте посмотрим на его функции обязательно ну нельзя обманываться нужно смотреть что этот меркурий в этом гороскопе несет какие функциональную какую нагрузку он у нас хозяин двенадцатого дома двенадцатый дом это вторжение из-за границы это вторжение снаружи более того меркурий является гнати каракой гнать каракой опять же показателем врагов увидите как много-много раз гороскоп нам говорит об одном и том что враги все таки будут на границах враги можем могут быть из-за границы и тут же венера венера вообще это естественный показатель мира мира хороших доброседских отношений благоденствия благоприятной атмосферы в отношениях с другими странами и пораженная венера с этим сильным меркурием с какой-то внешней угрозой который символизирует меркурий безусловно нам не дает в годовом гороскопе с 31 августа 21 по 31 августа 22 гороскопе кыргызстана не дает спокойной обстановки на границах то есть я прихожу к выводу что после 31 августа тоже будут продолжаться какая-то военная обстановка на границах кыргызстана безусловно такой пораженный третий дом еще означает что и границы не будут открыты коронавирус мы не можем сейчас взять и отменить как в той прекрасной песне нам в понедельнике взять и отменить я бы с удовольствием отменила коронавирус честно говоря но гороскопы стран показывают что пока рано плюс посмотрите как сатурн хозяин 8 в седьмом расположен он ретроградный он говорит о том что в сфере внешней политики в сфере отношений с другими странами могут возвращаться старые проблемы с одной стороны сатурн говорит о сдерживании о сдерживании ситуации о том что ситуация будет длиться долго какая-то с другой стороны сатурн ретроградностью своей намекает что это может быть возвращение старых проблем которые были ранее но из-за того что он хозяин восьмого конечно вносит сумятицу в отношения с другими странами поэтому я думаю что здесь мы опять должны говорить о том что на границах кыргызстана будет волнительно и после 31 августа 21 года давайте еще зададим хоражный вопрос на гороскоп вопроса составим я сегодня утром с этим работала и сформулировала его следующим образом как долго продлится война между кыргызстаном и таджикистаном военное противостояние и закончится ли она в 2021 году то есть концу 21 года что мне показал гороскоп давайте обратим внимание на то как расстановка сил происходит в этом гороскопе безусловно так как я составила гороскоп кыргызстана уже не раз и у меня очень много подписчиков из кыргызстана то можно как бы считать что кыргызстан это вот моя сторона а так всегда нужно определять где твой противник а где твой союзник да ну вот технически я чувствую так что кыргызстан это первый дом это так команда или та страна за которую я болею таджикистан это седьмой дом это противник седьмой дом у нас под руководством сатурна то есть таджикистан данном случае у нас олицетворяется планеты сатурн лев и солнышко показывают дела кыргызстана и также показывают общую ситуацию чем дело кончится на чем сердце успокоиться что мы видим и солнце и сатурн то есть оба противника находится в неподвижных знаках то есть они упрямо действуют своей стратегии не тактики а стратегии то есть у них есть долгоиграющие планы и какие-то какая-то стабильность в своих намерениях дело в том что отвечая на главный вопрос померятся ли страны до концу 21 года закончится ли все я могу ответить нет потому что следующий аспект через 0,1 градуса у нас будет квадратура между солнышком и сатурном квадратура это аспект очень напряженный и безусловно гороскоп нам четко отвечает что концу 21 года весь конфликт не кончится когда кончится давайте смотреть когда кончится помните я вам говорила про венеру венера естественно сигнификатор и естественный показатель мира и доброго отношения друг другу заключение мирных договоров и так далее и вот она стоит в двадцать четвертом градусе тельца а солнышко у нас в 14 градусе тельца поэтому мы можем рассчитать через сколько единиц времени солнце то есть показатель всей ситуации дойдет до этой венеры прекрасный замечательный который находится в своем знаке чувствует себя комфортно и хорошо когда восстановиться добрососедские эти отношения через десять единиц времени потому что солнце в 14 градусе венера в двадцать четвертом дело в том что в харарных гороскопах и это мы обсуждаем на курсе харарного гороскопа в школе астрология швини можно посчитать что это за единицы времени какие единицы времени мы знаем конфликт может кончиться например через какое-то количество дней либо через какое-то количество недель либо через какое-то количество месяцев и в данном гороскопе я склонна утверждать что именно положение в тельце главных планет которые нам показывают что через десять единиц времени будет мир показывают месяцы кардинальные знаки нас обозначают дни мутабельные у нас обозначают недели и фиксированные знаки это безусловно месяц поэтому через десять единиц времени через десять месяцев безусловно даже должен закончиться этот конфликт то есть это должно произойти уже в 2022 году сегодня начало мая у нас 2021 поэтому это должна быть весна да где-то март февраль март апрель 2022 года вот так вот нам сказал гороскоп но кстати давайте посмотрим чем кончится чем кончится эта ситуация окончание любой ситуации важны там например если это суд или если это операция какой исход дела и какой исход болезни ну и в данном случае конечно какой исход это противостояние показывает управитель четвертого дома 4 дом у нас находится в скорпионе он под руководством марса и мы видим что марс располагается в раке вообще вот то то что марс располагается в раке он дает аспект к солнышку вот она и описывает что произошло нападение на ту ту часть гороскопа которая олицетворяется солнце но это вот в данном случае кыргызстан да марс находится в раке и в принципе для солнца он не имеет каких-то преимуществ то есть солнце если мы поставим в то место где стоит марс не имеет там какой-то особой силы каких-то экзальтации своего знака падения там ничего не происходит поэтому для кыргызстана не будет каких-то приобретений и из этого конфликта а вот для сатурна то есть для таджикистана данное положение у правительства четвертого дома который говорит о результате в исходе не очень желательно сатурн там у нас находится в изгнании это некомфортный для него знак поэтому мы можем предполагать что военные силы таджикистана могут будут изгнаны с территории кыргызстана вот и все то есть либо вот таким буквальным способом либо будут какие-то другие дополнительные нежелательные результаты для таджикистана из этой ситуации я надеюсь что вы будете лояльны в комментариях друг другу ко мне не забывайте что вы на канале школы астрологии а ширине и здесь конечно я использую много терминов поэтому будьте терпеливы друг другу не разжигайте войн под этим видео и я надеюсь что скоро все закончится благополучно между этими странами с вами была татьяна калинина всем пока пока а